Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и мы с сегодняшнего дня начинаем нашу ежегодную карьеру, но теперь мы начинаем ее в Испанской Лиге за Барселону. Итак, друзья, вы проголосовали в группе ВКонтакте, кстати, подписывайтесь, ссылка будет в описании, за то, что мы будем тренировать Барселону. Действительно, сейчас у Барселоны начинается такое все-таки уже восстановление, начало сезона они провалили, но теперь у нас, вот, мы теперь будем главными тренерами Барселоны. Ну что ж, друзья, создали мы вот такого тренера, это практически идентичная моделька игрока, как и у нас в карьере за футболиста была, но теперь мы практически такого же создали только теперь уже тренера Барселоны. Итак, берем, естественно, мы Барселону. Барселона, давайте прочитаем, была создана в 1899 году после размещения объявления в газете. На объявление откликнулись 11 игроков, чего хватило для создания нового клуба. Становился чемпионом 26 раз и 30 выигрывал Кубок Страны. Впервые Барселона стала чемпионом в сезоне 28-29 еще прошлого века, набрав 25 очков. Это был дебютный розыгрыш «Премьеры». В 2015 году Барселону в пятый раз выигрывал Лигу Чемпионов, став первым клубом в истории, сделавшим два требла. Победа в Кубке и в Чемпионате страны, и победа в Лиге Чемпионов в одном сезоне. Ну что же, на легендарном 4 минуты евро стадион, давайте я все-таки, а я думал, можно изменять название. Да, вот, извините. На этом же стадионе просто назовем его «Камп Ноу». Думаю, ну никто нам в карьере это точно не может запретить, поэтому у нас будет свой «Камп Ноу». Так, трансферное окно, предложение от сборных, и давайте вот Еврокубки мы посмотрим. Да, вот она наша группа «Интер», «Славия» и «Борусия Дортмунд». Практически это группа прямо смерти у нас, но надеюсь, что наши игроки смогут неплохую строчку занять в группе, и обязательно надо нам выйти с первой строчки, чтобы попадаться на команду со второй. Там уже, мне кажется, соперники будут чуть полегче. Хюмельс присоединяется к «Борусии», его подписал немецкий клуб из стана главных своих соперников за 55,5 миллиона евро 30-летнего защитника, это очень большие деньги. Ну и Гризман присоединяется к нам. Итак, предлагают нам съездить на турнир, мы, естественно, берем и едем в австралийский. Либо это Новая Зеландия. Итак, Барселона, ПСЖ, Бавария и Тоттенхэм у нас в группе. Ливербург намного легче, у него три просто днищенские команды. Да, это, скорее всего, австралийская. Также мы бы могли поехать и в Бразилию, и в Республику Корею, но все-таки мы за хороший футбол для вас. Тем более, сегодня мы в первом выпуске отыграем весь групповой этап. Давайте, кстати, почитаем сообщение, а потом уже перейдем к составу самому. Итак, ну да, тут нам говорят, продажи футболок, 200 надо миллионов собрать. Это очень быстро все собирается. Ну и давайте, задачи. Развитие молодежи за два сезона, но это долгосрочно, мы их не будем выполнять, мы всего лишь на один сезон в Барселоне. Получить 200 миллионов от продаж футболок, выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат и выиграть Кубок финансы, вообще нет задач. Но, естественно, главная задача у нас стоит, это Лига чемпионов, потом уже Кубок, а потом уже чемпионат. Ну что же, перейдем к самому составу. Я буду играть двумя составами. Так, и вот 4-3-3 я бы хотел бы изменить не на удержание, а на атакующую играть именно тактику. Также вот отсюда я уберу Серджио Берто. Вот, линия нападения Гризман, Суарес, Месси. В полузащите Де Йонг, Ракитич и Бускетс. В защите у нас Альба, Умтити, Пике и Семедо. Ну и на воротах Марк Андре Террштеген. Здесь мы в первом составе сохраняем. И переходим, друзья, с вами ко второму составу. Так, как не сюда. Переходим с вами ко второму составу. Итак, по абсолютно такой же атакующей схеме мы будем играть. Теперь слева у нас... Я вот даже не знаю, кого здесь поставить. Давайте АБ пока что я поставлю. В нападении у нас только Руиз. И справа у нас Усман Дембеле. В полузащита у нас это Видаль, это Артур и это Алина. Справа у нас в обороне Роберто. Здесь у нас Ленгеле и Тодибо. Здесь Фирпу. Ну и на воротах Нета. Ну что же, вот так вот выглядит состав второй наш. Немного, конечно, есть много позиций, которые стоило бы укреплять. Если мы бы играли бы очень долгое время именно за Барселону, я бы укреплял и позиции. Но теперь я вам, друзья, ставлю вот такую задачу, которую вы должны решить сами. И прямо сейчас написать в комментариях. Потому что это очень все-таки важное решение для нас. Итак, у нас есть с вами 300 миллионов на трансферы. Даже если мы вот так вот сделаем примерно, то, ну, 330 примерно. Говорю даже, ну, так давайте, 325 миллионов евро. Вот вам задача. Либо мы берем и улучшаем второй наш состав. Покупаем сюда хорошего такого 80 плюс обязательно игрока слева в центр нападения. Именно центрального форварда, центрального защитника. Ну и на Цапничка, может быть, кого-нибудь бы посмотреть. Потому что Фирпу меня устраивает на позиции левого защитника. То есть покупаем 4 каких-нибудь игроков. Также, если вы решите за этот вариант, то напишите, каких брать на каждую позицию. Либо все-таки мы покупаем Неймара. Да, для этого нам придется, конечно, даже убрать Алину из этого состава. Из второго. Потому что в первом мы, например, уберем просто Де Йонга отсюда и поставим его во второй состав. А на позиции Де Йонга, именно на Цапнике, будет играть у нас Неймар. Так что все, друзья, в ваших руках. Мы сегодня отыграем групповой этап. И на этом выпуск у нас закончится. И я дам время, чтобы вы посмотрели этот видеоролик. И я его успел смонтировать. И не буду пока что записывать. Пока вы не решите, кого все-таки нам покупать. Либо одного Неймара, у которого, ну, цена не такая, кстати, и большая. Я бы даже умудрился бы купить Неймара, если бы не на запись бы делал карьеру, а чисто для себя. Я бы умудрился и Неймара купить, и во второй большой состав. Но тут я не знаю, сколько за него цену заломят. Потому что, чтобы вы приобрести, нужно 135 миллионов до 200. У нас пока же 320. Там 120 нам еще остается, наверное, все-таки укрепление. Так что, вот, все решайте. Либо мы берем одного Неймара, и, может быть, у нас получится, если цену, по сожалению, не заломит, купить еще пару игроков во второй состав. Либо мы просто берем и укрепляем состав именно второй. И здесь можно прям с таким размахом на 320 миллионов действительно купить хороших игроков. даже мирового, мне кажется, класса в нападении даже не знаю, вот кого купить. Вот, любая позиция тут. Ну, Хамис Радыгис, я бы его не стал бы. Хотя, можно его было бы подписать, у него контракт заканчивается. Но мы только на один сезон в Барселоне. Ну, а здесь нам просто дают именно многообещающие из Ла Лиги. Я бы кого-нибудь действительно на позицию центрального нападающего бы подписал бы. Де Пай, почему бы и нет? Это очень классный голландский нападающий. Слева бы Куинси Промеса. Я, к примеру, сейчас просто говорю именно вот такие связки. Но на позицию центрального защитника, естественно, не Ван Дайка бы. Потому что он миллионов 200, мне кажется, будет стоить. 150-200. Но, в общем, вот так вот. Решать вам, потому что это именно народная такая карьера. Именно вы здесь все решаете. Я вам просто предлагаю два варианта, из которых вы уже и выбираете. Ну что же, а сейчас мы переходим уже к тренировкам. Давайте уже пока, я не знаю, как вы решите, Неймар или все-таки брать. Либо во второй состав вкладываться. Так что пока что мы будем качать игроков из второго состава. Так, ну здесь Алину. Здесь я бы даже не знаю, Тадибо, наверное, все-таки буду. Потому что он у нас играет в старте во втором составе. Ну а здесь я даже не знаю. Давайте на это. Потому что Торштегин и так на мировом просто уровне. Итак, все отлично. Без двоек прошла тренировка. Ну и вот отлично нам приходит сообщение. С нами там поздоровался Лионель Месси и также помощник тренера Жирара Пике хотят, чтобы был капитаном. Секундочку. Здравствуйте, тренер. От лица команды хочу поприветствовать вас в клубе Барселона. Мы сможем много додавиться. У нас много работы. Приятно познакомиться. Будет здорово поработать с вами, Лионель. Передай всем игрокам команды. Итак, а что вообще не так в том, что Лионель Месси будет капитаном на наш сезон? У него нету, наверное, игрок одного клуба у него есть. А вот капитанских таких вот именно лидерство такое, наверное, вот у Бускеца нет. Командный игрок только. Торштегин нет. Суарес не лидер. Ну и Гризман тоже. Ну хорошо. Если нам все-таки говорят, то давайте все-таки поставим на пике. И также насчет угловых. Все-таки я бы правый, левый угловой дал бы правоногому какому-нибудь футболисту. Вот, Де Йонгу, например. А вот правый, пожалуйста, надо. Все, мне так удобнее, действительно, чтобы левый угловой подавали правоноги, а правый угловой левоноги. Что же, вот таким составом. Я все-таки еще даже не знаю. Сейчас давайте посмотрим вообще на расписание, как мы будем играть. Бавария, Тоттенхем, ПСЖ. Давайте сыграем против Баварии. Я с первым же матчем почувствую игру за первый состав. Ну а потом мы против Тоттенхема сыграем вторым. Ну и против ПСЖ, где, кстати, играет Неймар. Там уже мы посмотрим, будет ли он там играть. На его игру все посмотрим. Там мы и решим, стоит ли нам его подписывать. Что насчет новостей. Ну это жеребьевка, это неинтересно. И вот оно представление Антуана Гризмана. Ну симпатично, естественно, все эти катсцены выглядят у нас. И Хорик наш новый тренер. Ну это, наверное, если так смотреть на вид, нам здесь лет 30, даже от 25 до 30. Мне кажется, я самый вообще молодой тренер в истории Барселоны. Потому что, если я не ошибаюсь, в немецком чемпионате, не знаю, сейчас ли он там тренирует или нет, был молодой тренер, который тренировал Лейпциг. Ему там было около 30 лет. И он стал самым молодым вроде как тренером в Бундеслиге. Ему было 30 лет. То есть для футбола это как раз, что все, уже пора заканчивать. Ну а вот он начал тренерскую карьеру. Не знаю, был ли он футболистом, но да ладно. Переходим к первому матчу. Барселона против Баварии. Почему вообще Барселону я выбрал? Потому что действительно у Барселоны были кое-какие проблемы в результативности. Поэтому почему бы и нет. Тем более за Ювентус и Крещано Роналду у нас был прошлый сезон. Ну а теперь у нас Барселона. Также мы пропустили один сезон после чемпионата мира, когда он закончился. Мы один сезон находили себя в кое-каких местах. Но вот нигде не тренировали. И вот подобрался такой интересный случай. Ну и вот. Классная такая форма в стиле сборной Хорватии. Ну а мы начинаем. Итак, наш первый матч на тренерском мостике за испанскую команду. И начинаем мы его именно с матча Барселона-Бавария. Поехали. И отличный пас на Леонеля Месси. В штангу попадает аргентинец. Томас Мюллер. Торштегием. Отличное спасение. Игнабри отлично пробрасывает. Удар. Снова второй уже удар. От Баварии. Но Торштегием пока что в хорошей форме находится. Два сейва уже сделал. И мяч получает Леонель Месси на фланге. Смещается ближе к центру. Что же будет делать? Он сам пробьет. И не забьет дважды. Уже второй раз за матч Леонель Месси попадает в штангу. Очень обидно. Вверху игран. И отлично. Здесь Де Йонг находит Ракитича. Ну и все. Здесь уже просто пас на Леонеля Месси. И он продвигается по флангу. Не знаю, что будет делать Давид Алабар. И в подкруточке. Отлично. 1-0. Леонель Месси. 38-я минута. Забивает аргентинец. Первый гол за Барселону под нашим руководством. И уже 1-0. А время уже подходит именно к перерыву. Я думал, голов будет чуть больше. И тут у нас штрафной Ракитич нарушил и получает желтую карточку за фолл в конце первого тайма. Роберт Ливандовский накрутил одного другого. Дэвис удар, но Терштеген пока что не пропускает. И снова сейф Терштегена. И это снова фолл от Ивана Ракитича. И получает он уже красную карточку. Вторая желтая. И это удаление. Минимальная победа над Баварией. Еще и с удалением у нас. Мы побеждаем благодаря голу единственному от Леонеля Месси. Ну а наши команды в группе. Сыграли 2-1. Тоттенхэм победил. И сейчас у нас игра именно с ними. Два предложения у нас здесь. Один дисквалифицирован про Ивана Ракитича. И второе от Ювентуса. От Пименту Кальчо. Хотят купить португальца. Но теперь естественно у них нету Жоаканцелу. Они хотят другого португальца на правый фланг защиты купить. Но мы отклоняем. Потому что Нелсон Семеда отличный игрок в нашей обороне. Ну что же. Второй матч. И теперь у нас. На повестке дня. Барселона против Тоттенхэма. Меняем Ракитича. Поменяем на Де Йонга. На скамейке запасных. Ну что же. Интереснейший матч будет. Тоттенхэм в этом сезоне неплохо так укомплектовался. Ну а у нас вот такой состав. Три позиции. Которые я бы все-таки хотел бы укрепить. Поэтому мы скорее всего не будем через них играть. Будем как-то аккуратно пасоваться не с ними. Итак. Отличный матч. Финалист Лиги Чемпионов. Прошлого сезона против полуфиналиста. И именно от обладателя Лиги Чемпионов вылетела Барселона в прошлом сезоне. Но и потерпела поражение и домашняя сейчас команда Тоттенхэм от финалиста Лиги Чемпионов. Ливерпуля. Так что две эти команды обыграл Ливерпуль. Сегодня они встречаются в рамках предсезонного турнира. Отлично. Видаль. Ой, как здесь ошибился. Эриксон. На Кейна? Нет. Ну а гол шикарный. Вы просто посмотрите какой забивает нам Гарри Кейн. Сейчас мы посмотрим. Восьмая минута. Вот. Тут моменты из-за флага. Не видно, конечно. Он подбросил сам для себя мяч и пробил для себя ближний, нижний угол. Ну и Тоттенхэм пока что лидирует. Вот он Усман Дембеле. Которого не очень-то долюбливают болельщики Барселоны. Так как кажется, что за него неимоверные деньги заплатили. А он забивает у нас сразу же центра поля. Усман Дембеле реализует свой момент на предсезонном турнире. И я действительно надеюсь, что он будет отлично играть у нас по ходу сезона. Ну и забивает француз. Замечательно на качественном дриблинге своем. Это его действительно одна из главных сторон. На который мы можем положиться на Усмана Дембеле. И вот он провал в обороне. И в ближний угол пробивает Гарри Кейн. Это дубль уже англичанина. И немножко сместил вратаря. Думал, что он будет в дальний угол пробивать. Но нет. Пробил Гарри Кейн. С капитанской повязкой сегодня он. И делает счет уже 2-1. Алина не забивает просто в упор сейчас. Усман Дембеле замечательно отдает передачу. Но не забивает испанец. Он проходит. Получается, ему дают ему шансы и моменты, и возможности. Отдает дальше на Видаль. Видаль. Нет, не забивает. Снова в упор. Систит арбитр. Проигрываем мы на пресс-сезонном турнире Тоттенхэму. Ну и теперь у нас все решится именно в последнем туре против ПСЖ. Но два матча Тоттенхэм выигрывают с счетом 2-1. Ну и ПСЖ. У них тоже, как и у нас, как и у Баварии, 3 очка. Сейчас только 6. У Тоттенхэма получается. А, у Баварии вообще 0. Да, на два матча проиграл уже. Ну и теперь у нас в ПСЖ будут такие вот терги, кто все-таки выйдет со второй строчки. Ну хотя это еще не ясно, потому что если мы обыграем ПСЖ, а Бавария обыграет Тоттенхэм, и там при определенном стечении обстоятельств, если мы забьем больше, чем Тоттенхэм за весь турнир, то мы все-таки выиграем. И эту именно гонку с Тоттенхэм, и попадем в плей-офф с первой строчки. Но пока что мы еще находимся на второй, и нам нужно еще обыграть ПСЖ, и тогда мы только выйдем дальше. Выпускаю я снова первый состав. Мне не то чтобы не понравилось, как играл второй, но это действительно интересная была игра, особенно игра Усмана Дембеле. Будем мы играть вот в резервных формах. Интересно мне именно в ней сейчас играть. Ну что же, последний матч наш в группе, и на сегодняшний именно выпуск. И сегодня встречается Лионель Месси против Неймара. И почему-то мы играем сейчас на Камп Ноу. Я изменил наш стадион, и вы видите, что это Камп Ноу. Не знаю, почему мы все равно играем на домашнем нашем стадионе. Неймар пробивает и забивает Неймар своей бывшей команде. И сейчас пока что выходит именно ПСЖ в плей-офф. Нам обязательно нужно выигрывать, иначе будет очень печально для нас вылететь из группы. С третьей строчки. Да еще и после того, как нам забивает Неймар. Вот поэтому я и хочу вернуть Неймара, чтобы именно в нашей связке участвовали Гризман, Суарес и Месси. Тот прорывает все-таки оборону. И отлично. С хорошего навеса такого забивает Луис Суарес. И голевую отдает наш новоиспеченный Антуан Гризман. Удалось в Барселоне снова сравнять счет. 1-1. Суарес на Де Йонга. Де Йонг отдает нам Месси. Тот забивает, делает счет 2-1. Вышли сразу же после перерыва. И аргентинец забивает. Вот оно его празднование перед камерами. Ну и отлично все было разыграно. Суарес на Де Йонга. И тот хорошо нашел этим сквозным пасом Месси. И тот от штанги забивает. И пока что в плей-офф попадаем именно мы, а не Неймар. Вот он опасный, догоняй. Нет. Марк Андрей Терштеген вышел с позиции и, к сожалению, пропустил. Дальше Кельяна Мбаппе. Ну и француз уже забивает. И Севит. Первый, наверное, мог быть сейчас гол Антуана Гризмана. Ну и выходит также там и Мауро Икарди. Мы увидели. Ой, как же Суара сейчас, Маржа. Это ничья. Барселона сделала все в группе и проиграла, выиграла и сыграла в ничью. Ну и сейчас будем смотреть, как сыграл именно Тоттенхэм против Баварии. А Бавария выиграла у Тоттенхэма. Если бы мы выиграли бы ПСЖ, то могли бы оказаться на первой строчке. Но мы все равно проходим, да. Мы прошли, а вот ПСЖ, к сожалению, нет. Но заняв даже вторую строчку, мы не попали на Ливерпуль, который очень плохо там отыграли. Две ничьи сыграли. И попали на Аль-Хилляль, которые выиграли два матча и проиграли один. И, наверное, да, Ливерпулю единственный этот матч. Ну что же, в полуфинале отличные команды. Тоттенхэм-Ливерпуль. Это снова финал Лиги Чемпионов нам сейчас продемонстрировали. Ну и 3 миллиона нам добавили за то, что мы вышли из группы. Пока что лучший бомбардир Леонель Месси и Неймар. Ну и Гарри Кейн, который нам два мяча забил. Ну что же, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте, что в следующем выпуске у нас будет принято это главное решение. То, что мы покупаем либо Неймара и более-менее каких-то таких игроков на 120, там примерно миллионов во второй состав. Ну и либо мы прям полностью такими хорошими игроками укрепляемся во втором составе. Так что решение будет, друзья, за вами. Спасибо вам за просмотр. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok